МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Первого Ярославского продолжает проект в тему в студии Маргариты Шевченко. Из общей протяженности автодорог, которые проходят на территории региона, а это более 18 тысяч километров, в нормативном состоянии находится более 42%. К 2024 году планируется увеличить этот показатель на четверть. Что делают региональные власти для выполнения этой задачи? Насколько успешно реализуются федеральные проекты безопасной и качественной дороги? Как контролируется качество? И какие современные технологии применяются в дорожном строительстве? Об этом мы сегодня говорим с директором Департамента дорожного строительства Романом Дружко. Здравствуйте, Роман Владимирович. Здравствуйте, Маргарита. Роман Владимирович, дорожный сезон 2021 заканчивается. Как вы оцениваете промежуточные итоги, какие объекты уже сданы и какие еще не доработаны? У нас летний сезон, это июнь, июль, август были активные месяцы в работе. Большой объем был сделан за этот период. Сентябрь у нас, как бы это еще не заканчивается, строительный сезон. Это сентябрь активный месяц для производства работ. На данный момент у нас введено уже в эксплуатацию 27 объектов и 5 мостовых сооружений. Уже более 80 километров автомобильных дорог мы ввели в эксплуатацию. Основные объекты, которые мы в этом году реализовали, это один из основных. Дорога Владимир-Переславль-Залезский. Участок дороги от Переславля в сторону Владимира. То есть мы от границы с Владимирской областью до Переславля полностью за два года эту дорогу ввели в эксплуатацию и привели в нормативное состояние. Также поэтапно мы приводим в порядок автомобильную дорогу Данилов-Пашихонь, Ярославль-Любим, дорога Углич-Никауз-Брейтово, дорога Нагоре-Берендеева. В высокой степени готовности у нас такие автомобильные дороги, как Никауз-Родионово-Поселок-Октябрь. У нас прошла техническая приемка уже участка автомобильной дороги Корочихо-Ширине, Остапково-Колокарево-Зазерия. То есть эти объекты у нас в высокой степени готовности. И в принципе мы ожидаем их сдачу в конце сентября, в начале октября. В основном работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 6 миллиардов рублей из 10 из общего дорожного фонда направлены на реализацию нацпроекта. Как вы оцениваете ход выполнения работ? Вы правы, у нас национальный проект это в приоритете. Национальный проект лично контролирует губернатор области Дмитрий Юрьевич Миронов. Если взять статистику, допустим, за предыдущие года и динамику развития именно национального проекта, то в 2017 году у нас было отремонтировано всего 76 километров автомобильных дорог. В 2021 году мы приведем нормативное состояние уже более 250 километров автомобильных дорог. То есть динамика, она очевидна. Да, вы правы, на средства выделены на национальный проект это 6 миллиардов 150 миллионов рублей. У нас в работе 67 объектов, более 250 километров мы приведем нормативное состояние. Конечно, у нас объем работы очень большой. Мы сталкиваемся с трудными определенными. У нас к некоторым подрядчикам есть претензии, есть нарекания. А вот как организован контроль качества выполняемых работ? Контроль качества. Вот на каждом этапе производства работ специалистами технического надзора происходит контроль производства работы, именно качество. Также все поступаемые материалы, это как песок, щебень, бордюрный камень, водоотводные лотки, водопропускные трубы, асфальт и бетон, все проходят через нашу лабораторию службы заказчиков. Все материалы мы отслеживаем и контролируем и проверяем в нашей лаборатории. Также мы активно используем нашу мобильную лабораторию. Она проезжает и выезжает практически на все объекты. Естественно, она участвует в приемке данных объектов. Что хочу сказать, что у нас за последние пять лет у всех крупных наших подрядчиков, они имеют собственную лабораторию, которая оборудована, можно сказать, по последнему слову техники. Так, компания Акционерное общество Ярдурност, она уже в этом году открывает вторую лабораторию на базе именно нового асфальтного завода, который мы открыли в Гаврилов-Ямском филиале. Также у нас контроль качества осуществляют наши федеральные кураторы, это управление автомобильной дороги Холмогоры. Ну и, конечно же, наши активные жители региона, которые круглосуточно, можно сказать, следят за ходом производства, работ нам сигнализируют. У нас с ними налажен контакт на всех, можно сказать так, всех платформах социальных сетей, пространства интернета. Мы с ними общаемся, стараемся сразу оперативно реагировать на все замечания, так сказать, жалобы. У нас конструктивный такой диалог с ними налажен. В принципе, у нас как бы с ними одна цель, чтобы дороги в нашем регионе стали лучше. А улучшаются ли технологии дорожного ремонта? Да. Конечно же, мы, департамент и дорожная отрасль не стоит на месте, мы развиваемся. Мы не первый год работаем по новым национальным стандартам. Это определенные качества, которые предъявляются при производстве асфальтобетонной смеси. Также мы укладываем асфальт щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумов вяжущего. Также мы активно используем практически на всех объектах битумную стыковочную ленту. И для стабилизации грунта, и для улучшения качества именно основания. В этом году мы активно используем холодную регенерацию, ресайклер. Практически на всех объектах у нас работы ведут с применением ресайклера. Из нового мы в этом году используем такую технику, как перегружатель. Это такая техника, которая помогает и делает производству, точнее, не производству, а укладку именно асфальтобетона, ее непрерывным. И она убирает и фракционную сегрегацию, и температурную сегрегацию. Тем самым улучшая именно качество асфальтобетона. Ну и о перспективах. Ведутся ли торги и какие объекты в перспективе должны отремонтировать? Да, по перспективе у нас на 2022 год мы также предусмотрим нас уже программой 84 объекта на 2022 год. Более 300 километров мы планируем привести в нормативное состояние. Губернатор области поставил перед нами четкую задачу именно провести контрактацию объектов 2022 года в текущем году. Чем мы сейчас активно и занимаемся. У нас большой объем объектов сейчас находится в экспертизе. По выходу экспертизы мы сразу активно начинаем ее включать в процедуру по определению подрядной организации, которая будет выполнять строительно-монтажные работы на данных объектах. Так, у нас уже 5 объектов 2022 года. Мы уже расторговали их. У нас уже определилась подрядная организация. И благодаря поддержке губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова в нашей области были выделены дополнительные средства из федерального бюджета в объеме 300 миллионов рублей. Благодаря чему мы в этом году реализуем два таких социально значимых объекта. Это как Нагорье-Берендеево от Переславля в сторону самого Берендеева и дорогу Нерехта-Рождественного-Бурмакина. По этим объектам нам поступало большое количество жалоб в департамент. Но эти объекты, благодаря этой поддержке и помощи, мы реализуем и сдадим и оплатим уже в этом году. Уже жители местные будут пользоваться именно этими дорогами уже в текущем году. Из объектов 2022 года мы также продолжим поэтапно приводить нормативные состояния. Такие дороги, как Данилов-Пашихонь. У нас в следующем году участок порядка 20 километров. Также дорога Угличника-Узбрейтово. Там у нас два этапа будет. Два участка. Один участок 10 километров, другой участок 12 километров. В общей сложности 22 километра. Также автомобильная дорога Сергеев-Посадка-Алязин-Рыбинск-Череповец. Также два участка мы будем там приводить в нормативное состояние. 15 километров, 8 километров. Также приведем нормативное состояние участок автомобильной дороги Тутаев-Шопша 12 километров. Ярославу-Любиму на следующем году. Также участок 4 километра к Армельцину-Курбе. 3 километра мы приведем в нормативное состояние. И дорога Кидники-Станция Лом-Большое село. Там общая протяженность ее около 32 километров. И в следующем году мы участок такой, ну, значительный, 15 километров, самый проблемный. Мы приведем в нормативное состояние. На 2023 год у нас уже также в планах стоит оставшийся участок, там, в 17 километрах мы также приведем в нормативное состояние. Участок автомобильной дороги Рыбинск-Арефин, 16 километров, планируем привезти. То есть на следующий год большой объем работ. Губернатор ставит амбициозные задачи, но мы готовы к их выполнению. Я представляю, как наши телезрители порадовались тому, что в перспективе дороги будут приведены в порядок. И по ним можно будет спокойно ездить и безопасно. Роман Владимирович, благодарю за беседу. Я напомню, гостем нашей программы стал директор Департамента дорожного строительства Роман Душко. В студии работала Маргарита Шевченко. Оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин